Итак, одна интересная вещь, которую я замечаю, потому что мы выпустили видео вчера об этом по биткоину. Биткоин сейчас находится между своей 20-дневной простой скользящей средней и 21-дневной экспоненциальной скользящей средней. Если мы над ними обеими, тогда все чувствуют себя по быче. Если мы под ними обеими, тогда все чувствуют себя по медвежьи. Если мы между ними, тогда люди находятся в нейтральной зоне, где они не понимают, куда все пойдет. Некоторые настроены по быче, некоторые по медвежье. Итак, эфир сейчас под ними обеими Биткоин смог подняться над своим 21-дневным мувингом И сейчас он мечется между 21-дневным экспоненциальным и 20-дневным простым Эфир сейчас встречает сопротивление его 21-дневного мувинга И это сходится с обсуждением, которое мы ведем на канале уже давно Что продолжающаяся волатильность биткоина будет пугать эфир Биткоин тут как собака, а эфир как кошка И когда собака играется, когда она бегает по двору, сходит с ума Маловероятно, что кошка вылезет поиграть Вот почему периодически выходили видео Где мы говорили, что когда собаки нет, кошка играет И в те недели эфир сходил с ума И иногда все складывается другим образом И собака и кошка спят И когда кошки нет, играют мыши И тогда некоторые альты, которые мы так любим, тоже начинают двигаться Очень часто, когда волатильность эфира супер высокая, то он перетаскивает на себя внимание с альтов Но если волатильность биткоина низкая и эфир никуда не движется, тогда мыши могут поиграть Но возвращаясь к сути, эфир сейчас сидит под своим 21-дневным мувингом Что он делал раньше? Когда он двигался по отношению к биткоину ранее? Мы обычно обсуждали наше январское движение И если вы не знакомы с этой идеей, это кое-что, что мы бесконечно обсуждали на этом канале Мы обсуждали это более года назад, мы обсуждали это в этом году Ожидая движения в январе для эфира Если вы не знаете, о чем я говорю, основная идея в том, что эфир склонен совершать значительные движения Либо в конце декабря, либо в начале января И потом показывать себя довольно хорошо первую четверть года Так что мы знаем, что эфир склонен двигаться к биткоину в большом числе случаев в январе И иногда это движение может перекинуться на февраль и март Если волатильность биткоина низкая, но если биткоин возвращается назад в режим определения цены Для эфира будет достаточно тяжело подняться относительно биткоина Эфир показывает себя лучше всего, когда биткоин не в режиме определения цены Когда он выходит из этого режима Вот когда эфир показывает себя лучшим образом Когда еще он совершал основные движения? Мы можем посмотреть на прошлый год И мы видим, что он начал это движение в мае Потом примерно месяц он двигался в сторону И потом было прекрасное лето И это то, что мы обсуждали на канале ранее Январь склонен быть лучшим временем для эфира Но также бывают фазы летом, которые он склонен себя хорошо показывать Итак, к сожалению, когда вы смотрите на историю эфира Основное время, в которое мы знаем, что он сияет, это январь Это основное время То время, по крайней мере до сих пор, которое мы могли просто пометить в календаре Эфир пойдет наверх в январе Давайте готовиться И потом он просто делает это каждый год шесть лет подряд И мы предсказывали его и последние два года И мы еще посмотрим, повторится ли это в конце этого года Но будет ли что-то перед этим, чтобы занять нас до следующего января, если сойдутся звезды? И я думаю, что такое может быть По мере продвижения в последующие месяцы Мы видели несколько лет, где эфир начинает двигаться в апреле Апреле-май Так что это то, чего мы ждем Опять же, я не думаю, что это что-то, что можно принять за правду Это не финансовый совет Это не то же самое, что наше январское движение, которое происходит каждый год Но мы смотрим на тренды и говорим Знаешь, глядя на предыдущие годы, были хорошие движения Много раз, начиная с апреля, апреля-мая И мы подходим к концу марта сейчас Есть еще кое-что, на что стоит посмотреть Это средний 90-дневный возврат инвестиций Давайте предположим, что вы купили в сентябре И продали в декабре Любого года График показывает, какой возврат инвестиций у вас был бы, если бы вы купили в сентябре в среднестатистический день И продали бы в среднестатистический день в декабре Так что это средние данные по всему месяцу Следующее, что я должен сказать Это то, что стандартные отклонения от этого достаточно велики Когда происходят значимые движения в различные короткие промежутки времени Тогда у вас, да, будут очень большие стандартные отклонения Но что это показывает, что мы обсуждали на канале все время Это то, что первая четверть склонна быть лучшим временем для эфира Это видно Потому как средний 90-дневный возврат эфира Начинает расти в октябре, ноябре, декабре Вы можете видеть, что он достигает 1 в августе и сентябре Не особо что-то делает в это время, а возврат будет на уровне единицы И если вы сидите на эфире в течение 90 дней Конечно, хотелось бы наблюдать, как он растет А не просто стоит на месте Но вы можете зарабатывать процент с него Тогда это, наверное, не особо важно Тем не менее, вы можете видеть, что ближе к концу года Начинается серьезный рост Так что усреднение долларовой стоимости в четвертом квартале И потом срывание куша в первом квартале Вы можете видеть, что декабрь Мы всегда говорим про декабрь И это еще один график Который поддерживает наше заявление, что усреднение в эфир в декабре Склонны работать очень хорошо Не только в плане ваших краткосрочных возвратов в январе Но также в плане более долгосрочных возвратов 90 дней Это тоже относительно краткосрочная перспектива Особенно, когда мы по большей части обсуждаем макроуровень Но 90-дневный возврат для эфира При покупке в декабре и продаже в марте Составит, если скромно, 3,5х В среднем, если учитывать все годы истории цены эфира Вы можете заметить, что лето не самое лучшее время для покупки эфира В плане 90-дневного возврата Что в этом интересно? Это причина, по которой лето не лучшее время Этому есть причина И она в том, что в большом числе случаев И мы обсуждали это в прошлом видео В большом числе случаев есть подъем эфира В апреле, мае, иногда в июне и июле Есть подъем И вот что делает январь, февраль и март Тоже прибыльными Потому что если вы покупаете в январе и продаете в апреле В плане 90-дневного возврата, все хорошо Покупая в феврале и продавая в мае Покупая в марте и продавая в июне И даже покупая в апреле и продавая в июле в среднем Все равно получаете 2х И это потому, что эфир показывает себя хорошо летом И это то, что люди иногда неправильно понимают В этом графике Мол, Бен сказал, что эфир нехорошо отрабатывает летом Я говорю ровно противоположное Я говорю, что вам стоит встать в позицию до того, как случится памп Так что, если бы было хорошее движение эфира этим летом Вам стоит встать в позицию до него И это люди, которые будут покупать этим летом Если этот подъем случится Это будут люди, которые покупают в июне, июле и августе Которым придется посидеть на нем С приходом сентября, октября, ноября Когда эфир склонен не особо хорошо себя показывать Особенно по отношению к биткоину Итак, основные подъемы, как мы видим, обычно происходят в январе, первом квартале И также летом Четвертый квартал обычно не лучше для эфира И это кое-что, что стоит учитывать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok